305 11-классников приняли участие в написании итогового сочинения в Ненинском округе. 304 из них писали сочинения, один изложение. По итогам, которые подвели в Центре развития образования, зачет получили 281 школьник. Кроме того, во время круглого стола с участием педагогов окружных школ в Центре развития образования обсудили общую готовность выпускников к сдаче ЕГЭ. Самой популярной для написания сочинения в этом учебном году стала тема «Всякая ли мечта достойна человека?». Ее выбрали почти 40% выпускников. Объем сочинения составляет 250 слов. 99% школьников с этим критерием за отведенные на испытание почти 4 часа справились. Есть исключительно грамотные молодые люди, есть ребята, которым русский язык трудно дается, поэтому при отсутствии орфографической зоркости они, конечно же, допускают большее количество ошибок, чем нам хотелось бы. Но есть ребята, которые, мы надеемся, успешно справятся, например, с ЕГЭ по русскому языку, потому что это не сплошная грамотность, а это еще и знание теоретических основ русского языка. Результатом итогового сочинения является зачет или незачет. На него влияет пять критериев. Соответствие теме – качество речи, композиция, аргументация и грамотность. Не справляются окружные школьники чаще всего с последним критерием. Чаще всего встречаются ошибки грамматические, то есть которые связаны с построением предложения, с согласованием слов в предложении. Ну, как всегда, часто встречаются ошибки на правописании гласных корняк слова, как это ни странно, но это тоже для ребят оказывается сложным. Как считают педагоги, написание итогового сочинения в 11 классе – это не только допуск к сдаче ЕГЭ, но и развитие у школьников речевой культуры и стимул к чтению. В Нинецкой центральной библиотеке в преддверии итоговых проверок знаний провели анкетирование среди выпускников, что читают современные подростки. Действительно, наши современные школьники читают. Конечно, сейчас увеличилось количество школьников, которые читают с электронных носителей, но дети, особенно девочки, предпочитают читать и с бумажных, печатных носителей. Дети читают разную литературу. В основном это программные произведения и фантастическую, приключенческую литературу, веселые и смешные рассказы. В Нинецком округе итоговое сочинение по русскому языку в этом учебном году написали 305 11-классников. Один ученик писал изложения. 281 выпускник получил зачет. У остальных есть возможность пересдачи. Александр Литкова, Дмитрий Улукевич, Телеканал Север.